Приветствую вас. Я бы сказал, что речь идет о принадлежности. То есть мужчина хочет, чтобы вы ему принадлежали. Вот такая его реакция, такая модель его поведения говорит о том, что мужчина хочет, чтобы вы выбили его. Возможно, речь идет о духовной близости. То есть не обязательно сразу любовь, интим, что-то еще. Возможно, речь идет о духовной близости. Возможно, речь идет о некой эмоциональной связи, которая появилась между вами и которая, ну, скажем так, очень важна и дорога мужчина. И он боится эту связь потерять, и поэтому периодически делает вот так, чтобы как бы напоминать вам о том, что между вами эта связь есть. Ну или, по крайней мере, чтобы, по его мнению, эту связь поддерживать. Вот. То есть, это то, что видно из вашего текста, да, вот, обнять на плечи и так далее. Вот. Конечно, симпатия, да, может быть, симпатия, да, безусловно, вот, но, тем не менее, тем не менее, симпатия, это, знаете, это слишком мелко, на мой взгляд, то есть все-таки, если бы у него была к вам симпатия, он бы пытался бы и, там, приотнять вас, и вообще как-то быть ближе к вам, вот, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а поскольку он этого не делает, то, соответственно, я думаю, что речь идет именно о том, как раз, что мужчина, именно, вот, говорит о принадлежностях, говорит именно о принадлежностях, то есть, есть принадлежность его вам, опять же, по его мнению, его вам принадлежность, и есть принадлежность ваша его, опять же, по его мнению. Ну, все, что мужчина делает, он делает исключительно по своему усмотрению, по своим взглядам, по своим, там, приоритетам, да, и так далее. Вот. То есть, мужчина хочет поддерживать связь между вами. Ну, вот, нравится ему чувствовать между вами такую вот связь. Это его право, это его выбор, это как бы, тут ничего не поделать. Другое дело, насколько мужчина уважает ваши личные границы, насколько мужчина считается с ними, насколько они ему интересны, насколько он, ну, объективно, как-то, вот, бережно к ним относится. То есть, если у вас, вот, вот, ощущение, да, что, если у вас ощущение, да, что, если у вас ощущение, что мужчина действительно к вам тепло относится. То есть, я даже не говорю о том, что, знаете, как-то, вот, симпатия обязательно. Вот. Я говорю именно о бережном отношении к вам, потому что, ну, на мой взгляд, это, это самое важное. На мой взгляд. То есть, речь идет, как раз, как раз, именно о том, насколько мужчина уважительно относится к вам. И как вы сами относитесь к тому, что происходит. То есть, вы можете либо, ну, либо, либо дать мужчине понять, что вам нравится, вот, его поведение такое. В любом случае, вам, наверное, как-то проявить себя, потому что, если вы себя не проявите, то он будет думать, что вам вообще все равно. И даже если у него нет никаких чувств к вам, да, если он не хочет ничего серьезного, ну, все равно это будет не очень правильно по отношению к нему, по отношению к мужчине. Вот. И поэтому, вот, так лучше не делать. То есть, если, если у вас есть какие-то эмоции по этому поводу, да, лучше выразите их, и, в принципе, это будет нормально, это будет справедливо, по крайней мере. И, соответственно, если вы отреагируете на это, например, позитивно, то у мужчины будут все основания, например, там, быть к вам более ближе, если, опять же, вы этого хотите. Понимаете? Вот. Другое дело, что, да, вы можете этого не хотеть. Вот. Но это, вообще, это уже детали. Вот. То есть, речь идет именно о эмоциональной связи, некой эмоциональной связи между вами. То есть, как вариант, как вариант, мужчина просто вами дорожит. То есть, вы в его жизни имеете очень важное место. Пока. Пока. Пока это не любовь. Пока я не думаю, что это какая-то, именно, там, знаете, именно влечение, там, что-то еще и так далее. Я не думаю. Скорее всего, это просто именно пока вот осознавание вашей важности и желание чувствовать с вами связь. В основном эмоциональную, духовную, но и через тактильные прикосновения. Ну, справедливости ради надо сказать, что если вы, будучи с коллегами по работе, позволяете мужчине обнимать себя за плечи, то, как мне кажется, у вас, ну, ну, как минимум отношения на уровне дружбы или хороших знакомых. Вот. То есть, очень может быть, что, так-таки, эта эмоциональная связь у вас и есть. Другое дело, опять же, да, хотите ли вы этого всего, нравится ли вам это или нет. То есть, если у вас, например, есть мужчина или если есть муж, вот, и вы прямо чувствуете, что вот этот вот коллега, он как-то прям, прям по отношению к вам активно, да, у вас себя проявляет. Вот. То вы ему скажите, так, вот знаете, ну, так, ненавязчиво, без, без агрессии, без чего-то такого, сказать ему, что, как бы, незначай, что у вас есть парень, там, допустим, и... То есть, не надо говорить обязательно в контексте, в контексте, не его, а просто говорить, что вот мы с вами, мы с вами, там, пойдем, там, куда-то, 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 и так далее, вот. И, собственно, чтобы он просто знал, что у вас есть кто-то, чтобы он имел об этом представление. Чтобы у него не было ложных надежда, то потом, знаете, вам же еще работать, как бы, тут-тут-то, там, в этом месте, вот, и... Соответственно, соответственно, если что-то пойдет не так, то... Вы можете работать лечиться. Ну, потому что работать-то невыносимо. И, кстати, именно по этой же причине я рекомендую вам не заигрываться в служебные романы, потому что, ну, очень часто они, служебные романы, заканчиваются плохо, вот. Потому что, ну, люди встречаются, они работают вместе, а потом у них происходит, ну, сближение, они не всегда знают, к сожалению, что делать с этим, вот, и в итоге ничего хорошего из этого не получается. Вот, в итоге женщина, например, вынуждена уходить с работы, с права, работу меняет она. Вот, я бы не хотел, чтобы у вас такое было, поэтому здесь, остороннее, сближайте с человеком, только если уверенность, то знайте его хорошо и, эээ, он надежный. Я вам никак не запрещаю ни в коем случае, вот, но просто предостерегаю вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Ага, пишите в личку, буду вас помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного развития данной ситуации, развития так, чтобы вам было хорошо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...